В последнем матче второго игрового дня Джессель Коудэй встретятся два зерга. Это рекордсмен Global Starcraft 2 Лиги, четырехкратный финалист этого турнира SK Telecom T1 Су. Синий зерг, который появился слева сверху на карте Джессель Ракшир. Вот он на ваших экранах. И его соперник очень хорошо знакомый игрок для всего русскоязычного комьюнити Джин Эрвин Вингс Хён. Зер, который является чемпионом ритмикс Рассел и вообще человек, который даже разок приходил к нам в Солси на стрим, к нам на Алисиор. Приходил Хён, мы тогда немного поиграли с ним 2 на 2, очень здорово пообщались. Действительно очень приятный в общении молодой человек, очень интересная личность Хён. И в свое время это был один из лучших зергов корейского StarCraft, но вот это свое время, я боюсь, для Хёна уже довольно давно закончилось. Все-таки это было, наверное, в 2012-2013 году. После этого Хён медленно, но верно превращался в эдакого середнячка, но мы посмотрим, что интересного он придумал на этот поединок, что интересного он покажет нам в игре против Су. Напомню, что вы смотрите Best of Five. Противостояние в рамках второго игрового дня GSL Code Day в рубрике Корея на прицеле 2.0. Для вас комментирует Alex007 и Хён, посмотрите, как интересно играет с самого начала, как интересно он отыгрывает на карте GSL Rockshire. Какой билдордер Хён придумал. Вот это поворот прокси-хэтчери в матчапе ZVZ. Вот такая вот прокси-база в самом начале игры. Это очень интересно. Это очень интересно, потому что каким-то образом обнаружить эту локацию у Су нет практически никаких шансов, если он не сможет, ну, я не знаю, как-то использовать ошибку Хёна. Только вот если Хён покажет, что оттуда будут выбегать юниты, только если Хён покажет, что туда, например, будут бежать дроны, вот только в этом случае реально обнаружить эту хэтчери. При любых других раскладах, ну, просто не бегут в эту сторону зербинги. Нечего там смотреть, нечего там пытаться обнаружить. Сейчас посмотрим микро линги на линги. Проиграл это микро Хён, отдал одну собачку. Ну и дальше мы видим, что у Су традиционная для него агрессия. У Су традиционный ГАЗ, Мувлингам и Бэйн Вингнест. Что же касается Хёна, то он играет излюбленное еще со времен Wings of Liberty и Heart of the Swarm безгазовое ZVZ. И вполне может быть, что газ он начнет добывать первым делом именно на прокси-базе. Посмотрим. Безгазовое ZVZ он действительно очень любит, очень активно играет, очень активно практикует. Ну и мы видим, что на прокси-базе у него уже там и королева делается, и вообще все потихоньку готовится. Все потихоньку готовится к такому экономическому противостоянию с игроком из СКТ. Так, это у нас стенка такая тут может быть, да? Роучь Ворн, Эволюшн, Королева. Я просто сам никогда не играл ZVZ на Рокшире, и мне сложно сказать, как здесь стенка работает. Но, видимо, да, одной королевы все-таки не хватает. Но если двумя королевами вот так закрыться, то получается вполне себе надежная стенка. И вот самое неприятное для Су... Су считает, что он как раз играет три базы в две, и будет играть три базы в две. И его поэтому все устраивает. Но мы-то с вами знаем, что это не так. Что Хён сейчас будет спокойно раскачивать все три базы, сидя у себя дома на хай-граунде на карте Рокшир. И более того, Хён может в какой-то момент подготовить абсолютно неожиданную атаку по абсолютно неожиданному направлению. Вот так вот слева внизу откуда-то могут внезапно прибежать роучи. Конечно, то, что делает Хён, это настоящий ол-ин. Да, это настоящая ол-иновая стратегия. И если, не дай бог, каким-то чудом Су обнаружит эту локацию, то Хён сразу проиграл. Но вот Хён-то как раз никак не дает сопернику эту базу обнаружить. Никак не палится, что что-то не так. Никак не палится, что что-то все-таки неочевидное сейчас на карте происходит. Нет, он играет как будто бы вот просто он сидит из двух баз строит роучей. Вот такая вот разведка, тут Хён изо всех сил изображает, что он сейчас будет переходить на третью плетку, перекапывать, чтобы пробивать камни королеву туда перевозят. Понятно все, да. Изо всех сил симулирует сейчас Хён. Как будто бы... Как будто бы он хочет, чтобы Су остался максимально доволен этой имитацией. Ну, я не знаю, будет ли доволен Су по итогам этой игры. Многое зависит от того, как по итогу собирается использовать Хён свою третью локацию. Что вот из этой третьей локации будет сейчас строиться? Потому что дронов там уже и так очень много. И сейчас на карте появятся муталиски. Тайминг муталисков уже должен быть сейчас предельно очевиден для Хёна. Ну вот правда, долетит ли он до шпиля? Да, долетит, долетит, долетит. Есть. Готовый шпиль, все. И он понимает, что... Посмотрите, он тут спорки ставит? Серьезно? Он думает, что на таком тайминге муталиски уже могут сюда прилететь? Очень интересно. Сейчас как бы ситуация очень простая. У Хёна есть довольно много роучей, по земле он себя чувствует хорошо, но противопоставить что-то муталискам в чистом поле он пока не может. Поэтому пока он просто ставит справа колонии, ну и просто вот что дальше? Су полетел налево-вниз, понятно для чего, для того, чтобы подобрать здесь какого-то оверлорда. Долетит ли он до прокси локации пока непонятно. Я понял план! Я понял план, я понял, зачем там слева внизу ставится куча споровых колоний. Это не для того, чтобы защитить базу от случайного залета муталисков сюда. Эй, кажется, Су уже все понял. Даааа, Су все понял. Эти спорки не для того, чтобы защититься от случайного прилета муталисков. Эти спорки для того, чтобы дальше переползать в район третьей базы соперника. Вот в чем задумка, вот в чем задумка-то Хёна здесь была. Но доползут ли справые колонии? Ой, боюсь, что нет. Они там куда-то ползут, ползут, но сейчас их просто уничтожат муталиски и зернинги. Ах, какой же тут был хитрый план! Какой же классный план был от Хёна! Но немного он все-таки не удался. Муталиски в воздухе, их по-прежнему очень много. Хён тут пытается как-то расплетить роучи. Да, безусловно, это правильное решение. У красного зерка все еще все хорошо по экономике. Но дальше ему будет, конечно, очень сложно отбиваться сразу по нескольким направлениям. От муталисков, от линга-бейнинга соперника. Да, задумка, конечно, просто изящная. Вот представьте, не знал бы до последнего момента ничего о плане соперника Су. И тут к нему внезапно на третью базу приползаются паровые колонии. Ох, как же это было бы здорово, но нет. Сейчас Хён просто пытается нанести сопернику урон по дроном. Сейчас он пытается вот по максимуму роучами с этой скрытой базы, уже не скрытой, конечно, сюда приходить на третью. И, между прочим, заставляет он соперника увезти отсюда дроном, заставляет привезти муталисков. Это все хорошо. Какой долгоиграющий план, вот чего я понять не могу. То есть эти роучи, они ведь все равно сейчас Су не убьют. Су продолжают копиться муталиски. Нужен план Б. И план Б у нас это инфестры, видимо. План Б это инфестры, в которых потихоньку Хён переходит. Ну не надо бить хэтчи, ну это же вообще бессмысленно. Хэтчи тут никак не забрать под таким ДПСом. Тут надо просто забирать дронов, довести их количество там до 40 оптимально где-то. Ну, до 40, мне кажется, тут дело не дойдет, но тут неприлично много муталисков уже, конечно. Тут же 30 где-то мут. И единственная надежда Хёна на светлое будущее, это прям вот большое количество инфестров. Где-то вот, я не знаю, там инфестров 7-8 с маной. Ему сейчас нужно для того, чтобы со всем этим как-то справиться. Тут много справовых колоний на третьей базе. Есть еще трансфьюзен, наверное, может быть, если Хён о них вспомнит. Ну смотрите, что Су делает. Су просто плевать на этих королев. Он берет и вот так вот просто убивает споровые колонии. Еще несколько роучей есть, которые с зерлингами справятся. Но вы посмотрите, Су просто прилетел на 6 спорок и дерется с ними. Откровенно говоря, это не так здорово, как может показаться. Су только что тоже много всего потерял. У него сейчас далеко не 30 муталисков на карте, прямо скажем. Осталось в лучшем случае 20. Но, с другой стороны, тут и дотекание большое. Три базы-то все это время у него работают. У Хёна нет. Поэтому, возможно, оно того и стоило. Не знаю. 40 рабов на 48. Преимущество у Су действительно есть экономическое. Новые споровые колонии кругом ставятся. Да, Хёна, конечно, сейчас бы не отказался от допатчевых спорок. Помните, тех, которые муты убивали с трех ударов. Так, а что это у нас со спорками тут? Что-то со спорками непонятное. Королевы тут игрались в баскетбол, передавали трансфьюзы друг другу. Или, может, это горячая картошка называется, не знаю. Но, как бы мы это ни назвали, похоже, что для Хёна это все закончится двумя буковками G. Которые прорезюмируют для нас исход этой игры. Потому что я так и не вижу ни одного инфестора на карте. То есть, с инфесторами, видимо, не сложилось. Да, контратаки очередные роучами убьют. Там максимум рабов 10. Но это уже мертвому припарка. Все-таки 10 рабов сейчас ничего не решают, когда на карте слишком много муталисков. Их по-прежнему тупо нечем убивать. Вот в чем проблема. Хён здорово продолжает харасить, но у него 27 рабов уже осталось на карте. С такой экономикой я не думаю, что он еще что-то навоюет. С такой экономикой ему, прежде всего, тяжело перейти в антиер, нормально. Роучами он может ползать тут до посинения. Первый инфестор, между прочим, в табличке продакшн. Доживет ли хотя бы до первого инфестора, Хён? Четыре инфестора уже строятся. Хорошо, хорошо. До инфесторов он, видимо, доживает. Потому что муталиски раз за разом возвращаются домой, чтобы отбиваться от проползающих роучей. 2-2 на роучей, только плюс один на атаку у суна муталисков. На земле вообще ничего нет, конечно. Роучи тут настоящие терминаторы против этих собак. Я боюсь, что с собаками роучей вообще убить невозможно. Чисто теоретически сейчас у них слишком много армора. Слишком большая регенерация под землей, поэтому тут реально нужны муталиски. Но все равно, вы знаете, роучи просто нереальный какой-то. Имеют армор под землей. Нереальную регенерацию. Тут только всем стэком муталисков можно чего-то добиться. И все равно не покидает ощущение, что для Хён это не более чем агония. Слишком слаба его экономика. Если бы он еще как-то в вайперов сейчас перешел, было бы совсем здорово. Но обратите внимание, там люркер Дэн делается. Там делается люркер Дэн. Так что у су есть ответ на технологичный переход соперника. С другой стороны, скажу я вам, если построить вайперов, то против люркеров можно использовать блайндинг лауды внезапно. Но, наверное, это уже из области ненаучной фантастики, если говорить об этой, отдельной взятой игре. Прижат слишком сильно к своим локациям Хён. Ничего абсолютно не может сейчас сделать. Никак не может он соперника похарасить и развлечь, кроме как пара еще оставшихся на карте роучей. Заставлять прилетать на спорки Хён своего оппонента не может. Да, вот тут выкопался очередной роуч, но видит он люркер Дэн, уже почти готов. Почти готовый. Это очень неприятно, ну, я не знаю. Будут какие-то движения вообще от Хёна. Нидус там какой-то, я не знаю. Просто попытка выйти вперед. Ну, иначе, вот чего ему сейчас сидеть? Ну, или надо хайв уже морфить. То есть нельзя просто тупо сидеть и ничего не делать сейчас. Либо прямо сейчас хайв, либо прямо сейчас нидус, либо прямо сейчас выходит. Такие у меня есть три предложения для Хёна. Причем, не то чтобы у него сейчас нет той информации, которая есть у нас. Он же сам прекрасно видел люркер Дэн. Ну, и он, может, не видел четвертую базу, но он прекрасно понимает, что ее не может не быть соперник. Не может просто бесконечно сидеть на своих трех. Королевы тут без трансьюзов по какой-то причине. Очень странно использованы сейчас были микозы. Я так думаю, сейчас, собственно, муталиски, конечно, умрут по большей части, но тут-то уже люркеры. Тут же люркеры с зербингами. Люркеры, конечно, без апгрейдов, поэтому они не то чтобы прям супер хороши, но вы посмотрите, как здорово сейчас закапывается люра и даже по проползающим роучам выдает много урона. Вообще красиво тут Су пытался запереть роучей лингами с одной стороны и люркерами закопать с другой. Ну и красиво Хён вышел из положения, закопав своих роучей. Хён отступает к своим трем локациям, возвращаясь к игре 3 в 3, но чем люркеров-то убивать? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ох, как люркеры смело закопались. Прям вот так вот. Под спорами, под хэтчери. Хён капитулирует, отдавая третью локацию. Ну, что тут? Надежда на то, что он масс-инфестрами что-то придумает. Да, вот так вот, смотрите. Просто забрасывает инфестр тернами, которые не арморт, по которым бонуса у люркеров нет, но, по-моему, это все равно не очень сильно помогает. GG 1-0. Очень такое интересное, оригинальное ЗВЗ. Очередной камень в огород тех, кто считает ЗВЗ крайне однообразным матчапом с точки зрения составов армии, с точки зрения каких-то задумок, тактической борьбы. Тактики тут вагон и маленькая тележка. Было в этом ЗВЗ. Начинает великолепный прокси базы Хёна. Просто фантастическая задумка. За которую Хёну хочется поаплодировать. Стоя вот эти вот спорки, которые должны были перекопаться, это супер. Сейчас я уверен, что подсказывали Су именно то, что прокси база была с самого начала игры, чтобы он знал, какой билд изначально выбрал Хён. Но я думаю, что Хён повторять этот билд уже не будет. Жаль, что этот билд не сработал. Дальше вот Су очень здорово перестроился в люркеров, потому что одними муталистками закончить игру было бы слишком сложно. Ну а Хён как-то вот сидел, сидел и досиделся. Классная, классная игра. Будем продолжать дальше смотреть, что же такого придумает Хён. Как он будет пытаться побеждать в этом поединке, как он будет побеждать очень опытного ЗВЗшера и очень сильного игрока. Напомню ещё раз рекордсмена Global StarCraft 2 Лиги, четырёхкратного финалиста этого турнира. Причём подряд все эти четыре финала достались Су. Подряд он выходил сразу в четыре финальных поединка Global StarCraft 2 Лиги. Вот он, Зерк из СК ТТ-1 на ваших экранах. И он играет против Зерка из Дженер Грин Уинкс, который появился слева сверху на карте Фроста, который играет в Газпул, который будет чизить на Фросте на большой макрокарте. И, окей, окей, вот такое решение. Ну, что тут скажешь. Хён в своём праве. Хён, безусловно, понимает, что, наверное, стоит как-то форсировать события. Безусловно, понимает, что играть макро против Су ему, наверное, тяжеловато. Хён очень забавно остановился своим Эверлордом. Вау! Вау! Знаете, в чём задумка? Господи, как это красиво! Господи, как это красиво! Хён сейчас показывает, что это типа его второй Овер! Лол! Вы посмотрите на миникарту! Первый Овер должен был бы отправиться вниз у Хёна, потому что там ближайший натурал. И типа сейчас встретились вторыми Оверлордами в центре Су и Хён. У Су ведь туда отправился второй Оверлорд. И он, видя этого Овера Хёна в том же месте, понимает, что, ага, у моего соперника, значит, это уже второй Овер. А если там был такой же второй Овер, как у меня по таймингу, значит, не было быстрого пула. Как Хён подготовился к этому поединку, это просто пипец! Конечно, ему сейчас повезло, что соперник оказался именно справа сверху, и он увидел этого Оверлорда. И он увидел то, что Хён хотел, чтобы Су увидел. Но это всё равно потрясающе тонкая тактическая задумка. Это фантастическая задумка от Хёна, которую, я уверен, никто ни черта не понял. Может быть, даже Артосис не понял. Мне было бы интересно потом послушать, что он говорил на этот счёт в англоязычном комментарии. Но если понять эту задумку, то, я думаю, нельзя не согласиться с тем, что это невероятно красиво, это очень умный ход. И именно благодаря этому сейчас у Хёна здесь есть огромные шансы на то, чтобы пробить соперника здесь и сейчас. Су просто не ждал. У Су были в заказе дополнительные дроны. Су не поставил дефолтный бейнлинг-нест, который он ставил, например, на карте Ракшир. И поэтому Су сейчас абсолютно не готов отбиваться от всего этого кошмара. И поэтому он теряет сейчас плётку. Но пока всё же остаётся с достаточно серьёзным количеством рабов. И вот если он не даст, да, он не даёт даморфиться этим бейнам, то у него появляются шансы. Конечно, всё равно ему будет тяжело драться одними зердлингами против зердлингов и бейнлингов соперника. Но Хён сейчас никак не может получить новых бейнов. В этом его проблема. Возможно, он всё-таки зря убивал плётку. Возможно, ему стоило убить как можно больше рабов. Но там был очень хороший сплит рабов от Су. У Су появляется шанс отбиться. Да, звук говорят, надо включить действительно. У Су появляется шанс отбиться, но пока ещё вот не стопроцентный. Если плётка достроится, то уже стопроцентный. И где бейны от Хёна? Почему-то Хён вот только сейчас морфит где-то. Шесть бейнов. Очень давно ему нужно было это сделать. И Су опять их нашёл! Господи, как Су сейчас играет! Он снова нашёл, где морфятся бейны. И он успевает отменить двух. Он успевает взорвать всех. Вообще всех. Я не знаю, Хён тут, походу, не контролил. Но здесь Хён поплыл. Тут, конечно, надо было контролить. Надо было сохранить бейнов. И Хён проигрывает этот сет. Благодаря шикарному контролю от Су. Я не знаю, я ничего не могу поделать с тем, что Хён второй раз подряд играет суперкрасиво. Вот просто второй раз подряд гениальная тактическая задумка от Хёна. Но он всё равно проигрывает, потому что Су слишком хорош. Вот что ты будешь с этим делать, а? Ну вот, вот слишком хорош. Конечно, тут огромная ошибка самого Хёна. Вот в том моменте, когда он шесть бейнов отдал. И вообще этих бейнов нужно было морфить раньше. И их нельзя было отдавать. И там первых бейнов, которых он в плётку взорвал, тоже не стоило, наверное, взрывать таким образом. В общем, были ошибки в микроконтроле. И за счёт этого Хён проиграл. Но какой же он тактик, а? Вот просто дать Хёну руки условного лайфа и всё, понимаете? Ну, это просто идеальный зерк. Ах, как же обидно. Как же обидно. Какие же задумки от Хёны. Проксихата в первом сете. Шедевральная просто отправка оверлорда во втором сете. Чётко по нужному таймингу и... Не знаю, не знаю. Обидно, конечно, сейчас проигрывать 0-2 Хёну в такой ситуации. Мне за Хёна немного обидно. Потому что, ну, парень так всё классно продумал. И так не получилось это всё исполнить. Но StarCraft это всё-таки не только работа мозга. Это ещё и на профессиональном уровне хорошая работа рук. Ну и вот здесь Хён очень сильно не успел. Ну, точнее как. Это тоже работа мозга, просто немного другая, да? Мозг ещё должен успевать отдавать те команды, которые руки должны реализовывать. Хён хорошо всё продумал заранее, но не успевал адаптироваться по ходу игры. Скорость мышления у него тоже немного не та. Скорость принятия решений тоже немного не та. И вот этот зерк искателекум Т1 Су сейчас выходит подавать на матч на карте Frozen Temple, играя против Gnergy Wings Хёна. Снова Хён! Я думаю, он просто читает соперника. Вот он просто посидел, так прикинул Майнгеймсы, которые тут могут быть, и просто прочитал. Су, во-первых, сам большой любитель инго-бэйнинговых улынов с одной базой. Во-вторых, это очень в духе корейских зергов играть именно в таком формате. То есть, тебя только что пытались пробить однобазовым улыном, ты отбился, и в следующем сете ты сам делаешь однобазовый улын. Вот так реально любят делать, я не знаю, там, 90% корейских зергов. Поэтому Хён, мне кажется, снова просто прочитал, что будет делать Су. И сейчас Су играет в линго-бэйнинговый улын с одной базой. А Хён играет очень сейфовый пулгаз. Пулгаз-хэтч, это, наверное, самый сейфовый билд-ордер, который только можно придумать в современном ЗВЗ. И он явно ждет соперника улына. И снова тактический Хён соперника переигрывает. Но вопрос в том, что сейчас-то на самом деле для того, чтобы отбиться, точно тактики недостаточно. И Овера опять как отправил. Ой, умница, какой Хён, господи. Он еще и Овера идеально отправил. Он еще и нашел этих лингов, которые оббегали стандартные траектории Оверлордов, но не оббежали траекторию, которую выбрал Хён. Ну вот, вот действительно же все делает очень умно, все делает очень грамотно Хён. Но все равно пока никакой гарантии нет, что он отобьется, потому что это война на линго-бэйнах. Тут нужно контролить, и, честно говоря, тут за вторую базу будет сложно драться. Я бы сейчас рискнул поставить криптумор на месте Хёна. Мне кажется, очень нужен крип. Прям вот очень-очень-очень-очень-очень-очень нужен крип. И да, да, ставит Хён криптумор. Надо идти закрывать рампу двумя королевами. Двумя королевами с плеткой дефицит на хайграунде. Приходить в макро. Хён, в принципе, так и планирует, но он немного не успевает. Окружают королеву. Пссс. Да, это очень неприятная история. И сейчас еще и можно взорвать бэйнами одновременно блетку и королеву. Ну вот... Ну все ведь делает грамотно Хён. Ну вот, ну тупо не размиквил. И еще красный бэйн выжил. И взорвался в рабов. И все, да. И все. И еще бэйн. И все. Игг, и 3-0. Ну, вы знаете, очень разные бывают 3-0 в корейском Старкрафте. И, с одной стороны, это была очень быстрая победа. И внешне очень простая для Су. Но, ну, ну это, ну вот не те 3-0, которые мы нередко видим в GSL. Ну вот вообще не те 3-0. Ну вообще не те 3-0. Ну реально же Хён три раза подряд тактически переиграл Су. Ну вот три раза подряд переиграл. Но три раза подряд ему не хватило контроля. Три раза подряд ему не хватило скорости мышления. Три раза подряд ему не хватило реализации своих блестящих задумок. И что тут остается сделать? Только развести руками и признать, что Су просто намного лучше играет Старкрафт. Су просто очень здорово играет Старкрафт. И этого было более чем достаточно для победы над, может быть, тактическим гением. Но совсем не гением в плане остальных компонентов игры Старкрафт Хёном. GG 3.0, SUV GSL Code S.